И мое сегодняшнее видео начнется с поедания сразу всех стереотипов, включая пачки мороженого. У меня на самом деле возникло такое резкое желание снять видео не о похудении, а просто о моих размышлениях на этот счет, потому что когда мне написали «Настя, зачем ты показываешь свой живот? Тебе больше нечего показать?» Блин, а почему нет? Если я к этому стремилась, если мне нравится заниматься спортом, я добилась какого-то результата, почему нет? Собственно, для этого я и тренировалась. Нет, ну, конечно, я тренировалась для себя, но в массы, знаете, я очень люблю получать комплименты, безусловно, как девочка, и как то, чтобы меня оценили по тому, что я сделала. В общем, давайте я вам расскажу свое видение, как держаться в форме, как похудеть и так далее. Я не начну вам рассказывать сейчас какие-то монодиеты или что нужно делать, потому что я их вообще никогда не придерживаюсь. И начну я, наверное, с того, что похудеть именно в килограммах можно просто не выходя из дома. А почему? И ничего, точнее, не делая даже. А все потому, что можно просто мало есть, и ты похудеешь. Но тут возникает вопрос, ты что хочешь, похудеть или ты хочешь еще качество тела? Качество тела, конечно, зависит уже от того твоего движения, что ты ешь и так далее. Потому что ты можешь есть одни чипсы, погасить тебе весь желудок, но ты похудеешь. Но это так, это очень грубо говоря. Еще раз повторю, что сегодня я рассказываю чисто свои наблюдения, свой опыт и никого ни к чему не заставляю и принуждаю делать. Вообще, я считаю, что человек начнет худеть только тогда, когда ему там реально дзыкнет и у него появится цель. Это как мотивация, это как, не знаю, замуж выйти, либо на море. Когда есть супер какое-то дело, ты его выполняешь. И плюс для меня лично моя мотивация, это мое отражение в зеркале. Я это говорила много раз и повторяю, просто ты подходишь к зеркалу и ты понимаешь, висит у тебя, нравится тебе здесь или нет. Сам себя ты уже не обманешь. Вот, это моя мотивация. Хвалить себя. Это очень крутая штука, когда у тебя появляется отвес. Хоть какой-то отвес, даже 300 грамм. Хвали себя, невозможно жить вот в этом все время. Блин. То есть у тебя первая мысль срабатывает, как круто, я похудела 300 грамм. Подумаешь, всего лишь 300 грамм, ну как так? Хвалите себя. Это круто, что вообще он двигается, потому что многие на плато замирают и вообще без каких-либо сдвигов живут. Круто, когда есть ответ, хвалите себя даже за маленькие шажки. Для меня раньше очень круто работала фраза, не есть после 18.00, 19.00. И я себя этим успокаивала. Мне было, в принципе, комфортно в этом жить. Это было очень давно, еще до двух родов. Сейчас я понимаю, что колораж, который я стараюсь придерживаться, плюс-минус, но я не взвешу, я уже с опытом понимаю, сколько я съела. Это где-то полторы тысячи калорий. Тысяча четыреста, тысяча пятьсот где-то тогда калорий я ем. Меньше есть не надо, это убийство. Если вы еще и тренируетесь, это вообще очень не очень. Если я вписываюсь в колораж, то я могу съесть хоть на ночь эту булку, потому что глобально ничего не произойдет. Главное вписаться в колораж, все. Мне просто самой комфортнее поужинать там 8-9 часов вечера. И уже когда я ложусь спать, потому что пища переварилась. Но никак это не связано с тем, что вот колораж и до 7 часов нужно поесть. Главный мой секрет, вот секретище, которое я открыла к 30 годам, это то... Простите, надо закусить, подождите. Очень вкусное мороженое. Лакомка. Я его с ночи оставила в холодильнике, оно все растаяло и стало как крем. Самое главное правило, которое я себе выявила, это то, что чистая вода творит чудеса. Вот честное слово, потому что у меня проблемы. Жуткие были с водой. Я не любила пить. Я ее сейчас не особо сильно люблю. Но, господи, вот уже прошло полгода. А давайте сейчас вот сделаем звоночек на то, что, конечно же, я раньше пробовала. Я раньше пробовала заставлять себя. Раньше пробовала пить по литру хотя бы. С напоминалочками на телефоне. Я все это пробовала. То есть нельзя сказать, что я сейчас только к этому пришла. Нет, это всегда было, но оно не шло. Я это делала, но оно не работало. Сейчас я пью этот литр-полтора, и я начала даже в сауне потеть. Я никогда не потела. То есть у меня сейчас налаженное производство со своим организмом, и пить это круто. Причем чистую, никакого лимончика, никакую там ложечку того-то. Просто вода. Вот ничего не добавляйте. Чай сюда не относим, а просто чистая вода. И вот это идеальная штука, которая вкупе у меня работает. Сейчас дойдем до тренировок. Ну, давайте я сейчас озвучу. Тренировки, массаж, вода, еда. Это все, зараза, только вместе работает. Вот четыре компонента. Если какого-то нет, все, все, тарарам летит. Тоже очень простая, но правдивая фраза, которую хочется сказать. Это ты должен тратить больше, чем ты потребляешь. Все, тогда ты будешь худеть. Ну, то есть, если ты хочешь много жрать, тебе надо больше тренироваться. Все. И не отказывать себе, не отказывать себе ни в чем. Потому что я всегда, каждый день, каждый божий день я ем сладкое. Всегда. Я, именно, наверное, поэтому у меня нету настолько просушенного сумасшедшего тела или рельефа, и даже где-то присутствует в нашей неровности в виде целлюлита. Потому что я не могу, я не робот, я не смогу не есть сладкое. Я наркоман сладкий. Но я трачу больше калорий, и мне этого хватает для того, чтобы поддерживать себя в этом результате. И, естественно, я не съем эту целую банку, безусловно. Ну, хотя, знаете, если бы мне приспичило, я потом... Вот насколько работает классный организм. Если я съем эту банку, все, я до вечера ничего не буду есть, вообще ничего. То есть, когда ты приработался как к определенному калоражу, у тебя организм уже тоже знает, сколько он ест. И я завтракаю плотно. Могу что-то перекусить в обед, типа фруктов или вообще орешков, или бутерброд с сыром. И уже все. У меня в основных два приема. Раньше я ела каждые два часа. Каждые два часа, да... Вот, по столько-то. Потом мне наш мед не подходит. И вот два раза в день хорошая, такой плотной еды мне достаточно хватает. Ну вот, так что мой организм уже тоже не обманешь. Так, у меня там собака пришла, сейчас я ее впущу. Смотрите, какие у меня клевые плечи, рельефные такие, прям все. Красиво как. Моя Джек Расселтерьер. Вот знаете, до сих пор мне приходят сообщения с вопросом, как похудеть в животе. У меня толстые ляжки, у меня толстые руки, как не похудеть. И я вот жду, когда же Эврика случится, что все люди поймут, что мы не худеем локально. Да я бы мечтала, чтобы мои ляхи похудели. Или мои руки, понимаешь, Ник? Не происходит так. Организм худеет сверху вниз. Сначала худеют, как правило, у нас худеют последними самые наши тяжелые места. То есть если вы хотите, чтобы похудели ваши ляжки, сверху вниз пошли. Сначала мы просушились наверху, руки, грудь, живот. А потом только дойдет до вашей пятой точки. Но все уходит каждый раз по чуть-чуть, по чуть-чуть. Где-то больше, где-то меньше. И поэтому, Ника, фраза о том, как похудеть локально, никак. Просто ждать, когда случится Эврика, и именно это ваше место начнет худеть. Собак. Вот тебя это вообще не волнует, я понимаю. У тебя нет таких проблем. Нет таких проблем. У меня дофига тренировок. Прямо вот в обычной жизни дофига. То есть у меня 4 тренировки в неделю. Из них 2 силовые. Одна карди, одна групповая. Групповая я хожу на... Господи, мой мозг просто атрофировался. Комбат. Боди-комбат, да. Мы занимаемся, просто боксируешь, руки отваливаются. И устаешь достаточно сильно. Но здесь на карантине я сейчас делаю 3 тренировки. Одну делаю онлайн с тренером, одну делаю сама и делаю еще бег. Вчера я, например, пробежала 21 километр. И после 22 километра вы понимаете, сколько съел сладкого. Просто спорт в моей жизни обязан быть. Спорт и массаж. Массаж обычный, ручной. Вот я не хожу. Я раньше пробовала какие-то LPG массажи, всякие там вакуумные банки, склянки. Все вот это обертни, все вот это новомодные штуки. Я все прошла, они со мной как-то вот, ну, больше шума, чем ничего. Я сейчас хожу на обычный ручной массаж маслом. Все, у меня мнут. Как правило, я стараюсь совмещать это 2 раза в неделю. Если получается, на карантине этого вообще не было. И мое тело, господи, спасибо, оно справилось без массажа. Потому что, наверное, такой пролонгированный все-таки эффект есть. И я не затекла, не заклилась этим целлюлитом поганным, которым я всю жизнь борюсь. После тренировки сразу же я стараюсь идти на массаж. Два раза в неделю. Целлюлит. Да, я затронула эту тему. И он у меня очень больной. Этот вопрос был очень много лет. Потому что я вроде бы и спортивная, я вроде бы и много занимаюсь, но он у меня прям на ногах, над коленками просто трэшак какой был. Даже на попу уже не смотрела, потому что попу там скрыть можно, ноги в юбках ходить. У меня и сейчас он присутствует, но не такой, как раньше был. И все-таки вода, массаж, еда, вот это вкупе вместе сработало. Без этого я ходила обрюзшая. Ну, то есть массаж мне реально прям подтянул. Когда меня спрашивали о том, что Настя, как же сделать так, чтобы появились кубики на животе, как у тебя. Блин, я честно могу сказать, что все-таки это еще относится к строению. Во-первых, кубики, борец есть у всех, да, то просто он спрятан за кожей, вот за нашей, за жиром, вот за всем, за тем. И чем меньше у тебя прослойка жира, тем больше его видно. Вот, но у меня как будто как по книжке, у меня прям вот кубики-кубики. У кого-то нет такого строения. И поэтому мне пресс заслужить, ну, именно прорисовку пресса, если я худенькая буду, то не так сложно заслужить, как некоторым. Потому что есть легкотлеты, вы, наверное, замечали у некоторых девочек, просто у них нет талии, они такие прямые, и они очень сухие. У них у некоторых пупок наружу торчит даже. Но пресса, он либо такой размазанный, либо кажется, что у нее надувной живот. Ну, то есть это все уже сугубо личное. Нет, уже невкусно, честно. Нет, уже какая-то... Нет, похвасталась и хватит, невкусно. Блин. Давайте основной тезис, который мы с вами сделаем, это много ешь, много тренишь. Тогда все будет хорошо. Потребляешь меньше, чем тратишь. Вот попробуйте пожить в этом, и, конечно, качество тела подключается уже к тренировке. Просто похудеть, можно сидеть дома. Так, я сейчас перед видео спросила в Инстаграм, о чем вам рассказать. И вот у меня пришло куча вопросов. Сейчас мы посмотрим, как привыкнуть питаться одинаково. Кто сказал, что нужно питаться одинаково? Вам нужно найти те продукты, которые вы любите, и из них делать миксы и убирать. Как, блин, вернуться к вам в 50-ти? Нужно сбросить 15 килограмм. Вот, это к тому, что даже если тебе нужно 15 килограмм. Кстати, вот смотрите, я метр шестьдесят четыре, вес у меня 56 килограмм. Меня спрашивают, откуда у меня столько, нормально у меня мышцы весит. Я должна понять для себя, что, скорее всего, 53, как когда-то я весила, я уже после двух родов особо не буду. Да оно и не надо, потому что, опять, мы заморачиваемся на цифрах. Может быть, тебе 7 будет комфортно, а не 15. Можно ли сладости заменить на мед пастилу? Я, кстати, проходила отказ от сладкого и изменяла весь сахар на мед. И мед – это тоже сахар. И зачем? Я считаю, что нужно уметь ловить баланс и ничем себе, ни в чем себе не отказывать. И по чуть-чуть, даже и пастилу, и сникерсы, просто не зажираться. Как совместить плоский живот, как у тебя, и сладкое? Помните, да, в начале видео я вам сказала, их всех волнует. Я реально говорю, просто нужно уметь балансировать между тем, какое количество ты съешь и сколько ты потратил. Да. Как ты смогла так похудеть? Я пашу. Ну, по-другому не назову. Я реально вот вчера пробежала 21 километр. Три тренировки в неделю, по часу, и я устаю на них, да. И всегда, кстати, я вам не сказала о том, что 10 шагов – это минимум, которое я делаю. Обязательно двигаться нужно, обязательно. Целлюлит не любит движение. А сейчас калораж? Нет, я не считаю калораж, но считаю, что для людей, которые не понимают, что сколько грамм в одном кусочке хлеба, если ему кажется, что он, да что там, 70 грамм, а ты взвесишь там, не знаю, в этом кузбанище, у тебя 150, очень часто глаз обманывают. То есть у меня глаз уже примерно понимает такой вес у этой курочки, и что вот этот кусок курицы я могу съесть, это же курочка, почему такое, что в этом такого, а там курочка на полсемьи, то лучше посчитать вначале, ваш глаз привыкнет, и вы сами станете управлять. Твой приемный примерный рацион на день. Если вы скажете, напишите, у меня же открытый комментарий, напишите мне, пожалуйста, интересно ли вам было, чтобы я сняла видео, например, неделя питания, или 5 дней, или 3 дня питания, вот все, что я ем за день, вот с перекусами совсем на свете, с шоколадками, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Как вы считаете, нужно ли заниматься с тренером? Если вы ничего не умеете в зале, то обязательно нужен тренер, хотя бы купить клип-карту на 10 тренировок, пробных на 5, когда он расскажет, как подходить тренажеру, на какие группы мышц он работает, что он делает, и от какого тренажера вообще лучше убежать и не подходить, чтобы не калечиться, потому что все-таки эти железки могут еще накалечить. Элементарно, как вытаскивают эти палочки, менять вес у тренажера, не все знают, и как поднять выше тренажер для попы, там, что сделать, как переключить, не все это понимают, и чтобы вам не стесняться, легче заплатить, и вам тренер все расскажет. Как добиться заветных кубиков пресса, какие тренировки делаешь для пресса? Да, кстати, вот я хотела эту тему обсудить, что для пресса конкретно я не делаю тренировки, чисто акцент, знаете, целый день убивать на пресс, нет, пресс работает в 80% упражнений, вот все, что вы не делаете, он везде задействован, и редко бывает, когда я проведу полную тренировку и добить там несколькими упражнениями на пресс, когда он горит уже, все отваливается, и нужно не знать о том, что когда вы делаете упражнение, нужно напрягать тело и пресс тоже, когда вы даже качаете пресс, пресс нужно напрягать, не просто расслабленно вот так болтаться, вы должны напрячь его и погнали, тогда будет прорабатываться все намного лучше. Похудение – это спорт плюс питание или можно только заниматься спортом? Нет, я вам скажу, что вот два года назад я занималась просто спортом и просто ела, и я, занимаясь спортом три раза в неделю, продолжала поправляться, потому что ты жрешь больше, чем ты тратишь. Как правильно начать бегать? Слушайте, я бегать не люблю, но на карантине я его залюбила, я стала включать все подкасты, убегать далеко, мне несложно, я держу пульс, все круто, но технику я хочу даже взять пару, тоже вот, кстати, про тренера, я хочу взять пару уроков, как бегать правильно, потому что коленки страдают, и вообще бегать – это не очень хорошо. Вот, все, я все рассказала. Так, я капнула себе мороженое. Блин, а то голая подумает, сижу. Худеть сложно, но можно, поэтому пройти, постараться, и потом вы будете радоваться своему результату, и, как правило, люди, которые похудели сильно, они потом дорожат своим результатом, и поправиться сложнее, потому что поправиться мы можем, точнее, быстрее, всегда и просто, но когда ты заслужил уже результат, ты начинаешь присматриваться. Отвечайте на комментарии, снимать ли мне пропитание, понравилось ли вам это видео, пальчики вверх, буду очень признательна. Ну, а я, куда, думаете, я пошла? Куда? Я пошла завтракать, на самом деле. Так, все, всех целую, пока. Да, конечно, красотка сняла видео, сказала, что это невкусно, но я же должна тут ковыряться. Как макака. Не, невкусно, не советую. Такая лакомка какая-то, невкусная. Очень сладкая, и она не как мороженое, как какая-то пена. Все, ушла. Все, вышла. Такая лакомка. Такая лакомка.